Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна... Привет! Меня зовут Сергей. Если вам понравилось, как я пою, то ставьте лайк. А если не понравилось, как я пою, то давайте займёмся плетением. И в этом видео мы с вами будем плести вот такие замечательные цветочки в горшке. Ну что, поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нём расположите так, чтобы центральный немного выходил вперёд по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. Плетение мы будем осуществлять вот в этой части станка. И плетение мы начнём с создания листочков нашего цветка. Далее создадим лепестки, а потом пестики и тычинки. Далее всё это дело уложим, посадим в горшочек. Итак, начинаем плетение с создания листков. Для этого нам понадобятся резинки зелёного цвета и немного резинок того цвета, который используется у вас для создания лепестков. Я, например, решил лепестки делать из жёлтого цвета. И поэтому беру одну резинку жёлтого цвета и накидываю её с первого на второй столбик центрального ряда. Но мы с вами договорились, что сейчас делаем листки. И далее в битву вступают резинки зелёного цвета. Их сейчас нам нужно взять две штучки. Берём и накидываем со второго столбика центрального ряда на третий столбик левого ряда. Далее берём ещё две зелёных резинки и повторяем то же действие, но с правой стороны. Накидывая со второго столбика центрального ряда на третий столбик правого ряда. Далее берём одну резинку зелёную, накидываем по центральному ряду со второго на третий столбик. И с третьего на четвёртый накидываем ещё одну резинку. Далее соединяем боковые столбики с центральным. С правой стороны накидывая, и с левой стороны накидывая резинку с края к центру. Далее берем вновь две резинки и накидываем с крайних столбиков правого и левого ряда на вот этот центральный столбик. Натягиваем сильно, справа накинули и слева точно так же накидываем. Опускаем резинки немножко ниже и берем еще одну зеленую резинку и накидываем с четвертого столбика центрального ряда на пятый столбик центрального ряда. Посмотрите, как в данный момент у меня выглядят накинутые резинки и, пожалуйста, сравните со своими. Далее возьмем одну зеленую резинку и накинем ее на последний столбик центрального ряда, где у нас есть резинки. Накидываем и закручиваем всего, чтобы получилось 4 оборота. Один раз накинули, это один оборот. Закручиваем второй оборот, еще один оборот накручиваем и четвертый оборот. Теперь мы можем переходить к процессу плетения. Для этого берем наш крючок, закидываем его внутрь самого последнего столбика, на котором есть резинки центрального ряда. Отодвигаем тыльной стороной крючка 4 оборота верхней резинки и захватываем резинку, которая у меня находится выше всего. В данном случае эта резинка относится к центральному ряду и поэтому мы накидываем ее на столбик центрального ряда. Далее вновь сюда заводим крючок и захватываем пару резинок, которые находятся выше всего. В моем случае эта пара относится к столбику левого ряда и поэтому я накидываю ее туда. Вновь заводим крючок сюда и изнутри захватываем еще одну пару, снимаем со столбика и ее уже накидываем на столбик правого ряда. Теперь продолжаем работу вот с этим столбиком центрального ряда. В него заводим крючок и смотрим, какая резинка находится выше всего. В моем случае эта резинка относится к правому столбику и поэтому я туда ее и накидываю. Вновь заводим крючок сюда, захватываем резинку тоже, которая выше в данный момент. В моем случае эта резинка относится к правому столбику. И наконец последнюю резинку отсюда захватываем и четко видно, что она относится к столбику центрального ряда. Накидываем сюда. Далее работаем с этими столбиками, а точнее вот с этой парой резинок и вот с этой парой резинок. Нам их нужно с боковых столбиков скинуть на центральный второй столбик. Давайте начнем с левой стороны. Заводим крючок внутрь, отодвигаем все лишнее и захватываем лишь нижнюю пару резинок. Снимаем с этого столбика и накидываем на второй столбик центрального ряда. С правой стороны поступаем точно так же. Вынимаем сначала пару, которая внизу находится и накидываем на второй столбик центрального ряда. Дальше разберемся с двумя оставшимися резинками центрального ряда. Здесь заводим крючок изнутри, захватываем одну резинку, накидываем вперед. И здесь заводим крючок внутрь, захватываем желтую резинку цвета лепестков, снимаем со столбика и накидываем на впереди идущий столбик. Все, листочек нашего цветка у нас сплетен. И сейчас мы можем его снять со станка. Я делаю это с помощью крючка, чтобы резинки не порвались и более как-то удобно снялись со станка. На последнем столбике мы заведем крючок внутрь желтых резинок и накинем их на крючок. Немножко листочек наш расправим, чтобы он был похож именно на некий ромбик, ромбик-листочек. Вот так у нас вышло. И чтобы этот листок пока нам не мешал, мы его разместим в нижнюю часть станка на какой-нибудь свободный столбик. Просто натягиваем вот эти петельки, которые у нас на крючке были, и размещаем на последний столбик. А теперь, внимание, вам нужно сделать еще 5 таких всего, чтобы получилось 5, то есть сделать еще 4 таких листочка. То есть поставьте видео на паузу, если запомнили, как процесс плетения производится. Или отмотайте в начало и сделайте еще таких 4 листка. Более того, точно таким же способом делаются и лепестки. Но лепестки мы будем делать не из зеленого цвета, а просто из резинок желтого цвета. Но процесс накидывания резинок и процесс снятия абсолютно точно такой же, как и у листочков, которые мы с вами только что сделали. И вот на данный момент у нас получилась такая ситуация. Раз, два, три, четыре, пять зеленых листочков и 4 лепестка у меня сделаны. Но давайте я на всякий случай вам все-таки покажу еще раз, как делается лепесток в данном случае. Сначала берем одну резинку и накидываем по центральному ряду с первого на второй столбик. Далее берем еще две, в этот раз две резинки и накидываем со второго столбика центрального ряда на третий столбик левого ряда. И с правой стороны тоже накидываем точно так же пару резинок. Дальше одна резинка по центру со второго на третий и еще одна резинка по центру с третьего на четвертый. Соединяем правый ряд с центром и соединяем левый ряд с центром по одной резинке накидывая. Теперь берем вновь две резинки и накидываем вот так с третьего правого на пятый центрального. Еще пару резинок берем и с левой стороны точно так же накидываем. Дальше с четвертого на пятый столбик накинем одну резинку. И нам осталось на последний столбик центрального ряда, где есть резинки, накинуть одну и закрутить, чтобы всего получилось 4 оборота. Один раз, второй раз, третий и четвертый раз. И теперь плетем, заводим крючок внутрь, захватываем одну резинку, она центральная у нас. Далее заводим крючок внутрь, захватываем пару, которая выше всего находится. И эта пара в моем случае относится к левому ряду. И еще одна пара относится к правому ряду. Далее разбираемся вот с этим столбиком. Захватываем резинку, которая находится выше всего. В моем случае эта резинка относится к столбику левого ряда. Захватываем здесь же следующую резинку. И она относится к столбику правого ряда. И, наконец, центральная осталась. Накидываем ее вперед. Далее вот эта пара резинок и вот эта пара резинок нас интересует. Мы захватываем ее со столбика. Отодвигаем все лишнее. Изнутри захватываем. Снимаем с этого столбика и накидываем на центральный. И с правой стороны все лишнее отводим. Изнутри захватываем эту пару. Я сначала вот так немножко вытягиваю, чтобы было легче снять со столбика. И накидываю на второй столбик центрального ряда. Далее здесь резинку, которая еще не сплетена, вперед накидываем. И здесь, которая еще не сплетена, тоже накидываем вперед. Замечательно. Теперь время эту конструкцию снять со станка. Один из лепестков у нас готов. Его тоже можно расправить, чтобы он приобрел форму ромбика. И пока этот лепесток нам не понадобится, мы его размещаем где-нибудь в задней части станка, где у нас есть свободные столбики. И таких лепестков нам нужно сделать пять штук. Они у меня уже предварительно сделаны. И сейчас нам нужно перейти к созданию пестиков и тычинок. Для этого нам понадобится какой-нибудь другой цвет, например, красный, который я еще не использовал в этом цветке. И резинку красного цвета нам нужно накинуть на крючок и закрутить ее здесь четыре оборота. Один, два, три, четыре. Далее берем резинку зеленого цвета и скручиваем ее вдвое. Далее накидываем на кончик крючка и скидываем на эту скрученную вдвое резинку четыре оборота красный. Вторую часть зеленой возвращаем обратно на крючок. На данный момент у нас получилась вот такая заготовочка пестика, которую мы можем поправить, чтобы она по центру стояла. Дальше берем резинку того же цвета, что и цвет лепестков. В моем случае это желтый цвет. Накидываем на кончик крючка, берем заготовочку, которая у нас на крючке находится, и скидываем на одинарную желтую резиночку. Вот у нас заготовочка для одного пестика или одной тычинки готова. Таких нам нужно сделать всего пять штук. Одну сделали, осталось четыре. Поставьте видео на паузу или отмотайте немного назад и сделайте еще таких четыре штучки. И вернитесь к этому видео, когда у вас будет сделано пять листков зеленых, пять лепестков того цвета, который вы выбрали, и пять пестиков, которые у нас будут находиться внутри нашего цветка. А пока мы с вами займемся созданием основы, куда будем закреплять лепестки и листики. Для создания основы будем использовать тот же цвет, что и цвет лепестков. В моем случае это желтый. И накидываем резинки следующим образом. С первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. При накидывании поворачиваем эту резинку восьмеркой. Опускаем вниз. Дальше с первого столбика центрального на первый столбик правого ряда. Тоже поворачиваем восьмеркой. Дальше чуть ниже тоже восьмеркой. Закругляем все это к центру, поворачиваем восьмеркой И, внимание, сейчас нам нужно соединить вот эти два столбика Представьте, что вот этого столбика у нас нет, второго левого Накидываем, перекручиваем восьмеркой и накидываем еще раз И получилась пятиконечная звезда Потому что цветок у нас будет состоять из пяти лепестков, из пяти листков И поэтому пять элементов здесь должно быть Дальше, нам нужно взять в руки одну заготовочку нашего пестика или тычинки И она у нас накинута на желтую резинку Одну желтую резинку, один ее конец накидываем на один столбик А другой конец этой резинки накидываем на противоположный столбик Далее, берем еще одну заготовку такого пестика И накидываем на следующую пару столбиков Сюда и, например, вот сюда Следующую берем заготовочку и вновь накидываем на следующую пару столбиков Дальше еще одна заготовочка И, наконец, последняя, пятая заготовочка Мы ей как бы замыкаем конструкцию вот этой получившейся у нас фигуры в виде пятиконечной звезды Дальше обращаем внимание на боковую сторону столбиков Здесь мы видим резинки нижнего ряда и резинки верхнего ряда Нам нужно захватить две резинки нижнего ряда И с внешней стороны скинуть их внутрь Внутрь этого круга Со следующего столбика делаем точно так же Захватываем снизу две резинки Натягиваем их и скидываем внутрь Со следующего столбика Я вот так развернул станок, чтобы вам было лучше видно Натягиваю резиночки нижнего ряда и скидываю внутрь Дальше с предпоследнего столбика точно так же И на последнем столбике Вот этот у нас остался не снятый Захватываем пару резинок нижнего ряда И с внешней стороны скидываем внутрь Замечательно! Все резинки опускаем максимально вниз И теперь нам понадобятся лепестки Берем один лепесток И как вы видите, он тоже у нас накинут вот на такую резиночку Один конец этой резинки накидываем на один столбик А другой конец накидываем на противоположный столбик И эти лепестки нам нужно накинуть точно таким же образом Как мы сейчас с вами накидывали пестики Берем еще одну заготовку лепестка Один конец резинки на один столбик Другой конец на соседний столбик Следующую заготовку Один конец накидываем на один столбик Другой конец накидываем на соседний столбик Еще одна заготовка Один конец на один столбик Другой конец на соседний И наконец последний лепесток у нас остался Его тоже берем И накидываем Замыкая конструкцию Которая у нас потихонечку получается так мне кажется у меня немножко здесь выпало ну вот я ее нашел эту резиночку накидываем сюда и накидываем вот сюда замечательно все пять лепестков у нас накинуты и можно их вот так распределить между столбиков чтобы они не потерялись и были на своих местах далее вновь берем крючок и обращаем внимание на каждый столбик вновь у нас есть резинки верхнего ряда и резинки нижнего ряда как обычно захватываем две резинки нижнего ряда натягиваем и с внешней стороны скидываем внутрь здесь на следующем столбике нижние 2 захватываем скидываем внутрь далее на следующих столбиках нижние 2 захватываем скидываем внутрь еще две захватываем скидываем внутрь и наконец у нас остался последний столбик если вы не очень четко видите где нижний ряд где верхний то вы можете с помощью пальцев распределить две резинки вниз две резинки вверх захватываем нижние две и скидываем с внешней стороны внутрь опять на всех столбиках опускаем резинки максимально вниз сейчас мы будем накидывать заготовки которые мы делали для листочков берем одну заготовочку и она у нас как обычно накинута на резинку и мы с вами один конец резинки на один столбик другой конец резинки на противоположный в общем накидываем абсолютно точно так же как мы с вами уже и с лепестками поступали и с пестиками накидываем следующий листок берем еще один накидываем дальше обратите внимание на то что предыдущий ряд должен быть максимально опущен вниз чтобы было четкое разделение между предыдущим рядом и верхним рядом чтобы вам это было хорошо видно и в дальнейшем чтобы вы с помощью крючка могли снимать резинки именно нижнего ряда и не перепутать их с верхним рядом и наконец последний листок 1 и 2 листки распределяем по их ячеечкам и вновь берем крючок и вновь смотрим на станок сбоку захватываем две резинки нижнего ряда скидываем с внешней стороны внутрь здесь натягиваем с внешней стороны внутрь далее здесь резинки нижнего ряда две штучки скидываем внутрь здесь тоже 2 внутрь и И, наконец, последний столбик у нас остался. Мы с вами здесь захватываем резинки и внутрь накидываем. Замечательно. Все опускаем вниз, чтобы освободилось место для накидывания следующего ряда. Для следующего ряда нам понадобятся резинки того цвета, который используется для лепестков. В моем случае это желтый цвет. И по кругу нам нужно накинуть на все столбики по одной резинке. На одну пару. Обратите внимание на то, что листочки у вас должны смотреть во внешнюю сторону, а не быть внутри под этими резинками. Далее еще одну резинку накидываем. Еще одну. Здесь, вы помните, мы с вами накидываем вот на эти два столбика. И последняя резиночка замыкает круг. С каждого столбика снимаем две резинки нижнего слоя с внешней стороны наверх. Опускаем вниз все резинки. И теперь нам понадобятся резинки коричневого цвета. Понадобятся они нам для того, чтобы сделать нижнюю часть цветка. Там, где уже переход от стебелька к корням. И вот такая темная часть там есть. Для этого нам понадобятся резинки коричневого цвета, как я уже сказал. Накидываем их точно так же, как сейчас мы поступали с желтыми резинками. Раз. На следующую пару столбиков. Два. По одной резинке накидываем. Три. Четыре. И пять. Как обычно, резинки нижнего ряда снимаем с внешней стороны внутрь. Раз. На следующем столбике. На третьем столбике. На четвертом. И на последнем столбике снимаем две внутрь. Замечательно. И сейчас нам нужно сделать еще один. И это будет последний ряд из коричневых резинок. Просто прогоняя их по кругу, как обычно. Накидываем раз. Накидываем. Два. Далее три. Четыре. И пять. И снимаем две резинки нижнего ряда с каждого столбика. Да. И если вам нравятся мои уроки, то, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. Таким образом, вы будете всегда получать новые уроки, уведомления о новых уроках, когда они будут только выходить на ютубе. И сразу вы получите уведомления. Очень удобно. Поэтому подписывайтесь. С последнего столбика снимаю нижнюю пару. И все. Теперь берем крючок. Заводим его внутрь любого столбика. И сейчас мы будем снимать эту конструкцию, получившуюся у нас со станка. Заводим внутрь одного столбика. Придерживаем резинки пальцами, чтобы они с крючка не соскочили. Снимаем их со столбика. Далее заводим внутрь следующего столбика. Снимаем внутрь следующего столбика. Тоже снимаем на крючок. Внутрь еще одного. И внутрь последнего пятого столбика. Все это дело сняли. И вот такая заготовочка у нас сейчас получилась. Уже очень даже похоже на цветок. Чтобы петли не распустились, берем одну резинку, натягиваем ее и пропускаем сквозь все петельки, которые у нас сейчас на крючке находятся. Далее из этой резинки делаем петлю, проводя одну ее часть внутрь другой ее же части. Получилась петелька. И эту петельку затягиваем. Теперь нам нужно поработать немножко вот с этими пестиками и тычинками, чтобы они смотрели вверх и более плотно этот цветок обжимали. И делается это следующим образом. Посмотрите. Берем одну заготовочку и вставляем резинку вот так, сразу под красный. Далее захватываем крючком противоположную вот эту пестик или тычинку, смотря что это даже точно не скажешь. И дальше проводим ту дальнюю внутри ближней, которую мы захватили. Проводим и высовываем ее здесь. И получилась у нас некая петля из двух вот таких пестиков и тычинок. Дальше находим еще две, например вот эти, и поступаем с ними точно таким же образом. То есть заводим крючок сразу под красной резинкой, захватываем другую заготовочку пестика или тычинки и проводим внутри, получая петлю. Отпускаем. И еще у нас там один где-то застрял, нам нужно его найти и вытащить. И вытащим мы его с вами как раз к центру куда-нибудь, где он торчит. Вот он торчит здесь, вытаскиваем и вот куда-нибудь так к центру размещаем, чтобы не сильно он туда уползал. Примерно так. Можно, если хотите, еще сделать петельку, проведя вот этот торчащий. Нет, хотя он в принципе нормально встал, все в порядке. Вот так у нас соединены пестики и тычинки и это нам дало, что центр у нас не очень расходится и в общем-то нормально держится. Вот так. Все. Так как нужно. Теперь мы переходим к плетению горшка. Для плетения горшка я буду использовать резинки золотого цвета и посмотрим, как горшок делается. Вы можете использовать какой-нибудь коричневый цвет или любой другой. Но станок нам нужно расположить так, чтобы его открытые стороны столбиков смотрели на нас. И тоже будем плести вот на этой части станка. Берем одну резинку и накидываем с первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. При накидывании поворачиваем восьмеркой. Далее справа точно так же и опять поворачиваем восьмеркой. И вниз два раза. Раз восьмеркой и чуть ниже восьмеркой. Теперь закругляем это дело к центру. Тоже восьмеркой. И с левой стороны накидываем. Раз. Получается фигура, похожая на вал. Два. И три. Все резинки опускаем вниз. И просто по кругу накидываем по одной резинке следующего слоя. Абсолютно все равно, откуда начинать. Например, я начну вот с этих столбиков. И по кругу гоним. И это у нас сейчас создается первый ряд. Таких рядов нам всего нужно сделать шесть. Берем крючок и, как обычно, скидываем резинки нижнего ряда, захватив их с внешней стороны внутрь. Раз. На следующем два. На следующем три. Далее здесь четыре. Захватываем именно две нижних. Здесь. И на дальних столбиках две нижних захватываем. Раз. И здесь. Два. Три. Замечательно. Опускаем резинки вниз. И точно таким же образом, то есть накидывая по одной резиночке по кругу, и снимая с нижних, нижний ряд с внешней стороны внутрь, точно так же сделайте еще пять рядов. Итак, я сделал пять рядов из золотых резинок. И теперь мы будем их снимать со станка. Снимаем их точно так же, как мы с вами поступали при снятии резинок, когда создавали сам цветок. То есть заводим крючок внутрь любого столбика, снимаем резиночки с него, внутрь следующего столбика с него сняли, дальше со следующего столбика, еще с одного столбика снимаем, далее с другого, еще с одного, и так со всех столбиков. Так, и последний так. Так. Теперь берем одну резинку, накидываем на кончик крючка, и как обычно пропускаем сквозь все петельки ту резинку, которую придерживаем пальцем. Аккуратны будете, ничего лишнего нечаянно не захватите. Все. Теперь из этой резинки делаем петельку, проводя одну ее часть внутри другой ее части. И расправляем, чтобы вот эта дырочка была ровно по центру, и чтобы донышко, а это именно донышко, было у нас такое более плоское. Так. Замечательно. Чтобы эта резиночка и петелька не мешалась, мы заводим крючок внутрь, накидываем сюда эту петлю, и продеваем ее с другой стороны. Вот такой горшочек у нас получился. Посмотрите. По-моему, замечательный. И теперь нам нужно взять нашу заготовку цветка, и просто ее посадить в этот горшочек. Но посадить не просто так, а, конечно же, закрепив. Но единственный момент, который нам сейчас мешает, это то, что здесь у нас коричневая резинка. И она нам будет немножко портить впечатление, потому что здесь у нас золотые, а здесь коричневая. И поэтому мы сделаем небольшое удлинение с помощью золотой резинки. Я завожу крючок в любые вот эти коричневые резинки, накидываю сюда золотую, и вытаскиваю с другой стороны, чтобы получить петельку. Еще раз. Раз. Два. Три. И делаю петельку. Так. Далее. Заводим внутрь донышко по центру, вытаскиваем с другой стороны крючок, и захватываем золотую резинку, с которой мы только что работали. И сажаем цветок как бы внутрь. Вот. Видите, он у нас посажен. И теперь, чтобы эта петля никуда не делась, мы ее в какие-нибудь петельки вплетем. Я завожу в любые несколько петелек, провожу сюда эту золотую, следующие какие-нибудь несколько петелек, сюда провожу вновь в золотую. И все. Она у нас скрывается, и замечательный цветок в горшочке у нас готов. Если донышко сделать немножко более вот так плоским, то я думаю, он даже и стоять вполне себе нормально будет. Ну, немножко падает, но я думаю, ничего страшного. Также можете немножко расправить лепестки, чтобы они смотрели плоской стороной именно наверх. Ну, в общем-то, все. И я надеюсь, что вам этот урок понравился, и что у вас такой цветок тоже получился. Поэтому подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, если вам это видео понравилось, и пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы об этом уроке. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»